Эта веселая сказка Это мальчик-луковка, обыкновенная луковка, потому-то так его и зовут, ведь Чипполло по-итальянски значит лук. С мальчуганом Чипполлино приключилось немало интересного. Начать с того, что в один прекрасный день... Я веселый Чипполлино, вырос я в Италии, там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее. Но под синим небоскланом я родился луком, значит, дяду Чипполлино, значит, дяду Чипполлино, прихожусь я внуком. У отца детишек куча, шумная семья, Чипполетто, Чипполуча, Чипполатто, Чипполача и последняя. Чипполлино был сыном Чипполоны, и было у него семь братьев. Чипполотто, Чипполетто, Чипполуча, Чипполача и так далее. Чипполлоны и все его ребятишки жили в деревянной лачуге, чуть побольше ящика для огородной рассады. Если и случалось богачам попадать в эти места, то они только морщили нос и ворчали, ах, как несет луком, и приказывали кучеру ехать быстрее. Однажды эту бедную окраину собрался посетить правитель принц Лимон. Чипполлино! Чипполлино, сынок! Где ты? Меня толкают! Я здесь! А где? Его высочество принц Лимон! Эбиво! 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 Не набирайте, братцы, назад, назад! Что такое? Что такое? Принц Лимон. Кто такой? Послушай, старик, чего ты это кричишь? Я кричал назад. Ах, назад! Тебе, может, не нравится, что мои верноподанные жаждут увидеть меня? Ваше высочество, мне кажется, что этот старик опасный мятежник. Ага! Что ж ты молчишь, старик? Отвечай! Ваше высочество, я стар, еле на ногах держусь, а меня толкают. Чипполлино! Чипполлино! Где ты? Я не вижу тебя. Где ты? Ай! 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 Моя мозоль! Ай! Моя мозоль! Этот старый грубьян отдавил мне ногу! Какая дерзость! Оскорбление его высочества! Я же не виноват, меня толкнули! Страша! Дядь его! Надейте наручники! Отец! Что я не с тобой делаю? В тюрьму! На решатку! Ой! Ну, прощай, прощай! Прощай! Прощай, Типполлино! Прощай, Отец! Теперь ты уже большой и можешь сам о себе позаботиться. Знаешь что, Типполлино? А? Отправляйся ты бродить по белу свету. Поучись уму-разуму. А как же мне учиться? Книжек-то у меня нет, да и купить-то их не на что. Не беда, жизнь научит. Прощай, Типполлино! Прощай, Отец! На следующий день Типполлино поручил мать и братишек с заботом доброго дяди Типполлы, которому в жизни везло чуть больше, чем остальным родственникам из луковой семьи. Он служил привратником. Сам же Типполлино, завязав свои вещи в узелок и повесив его на палку, отправился в путь-дорогу. Все мы выросли на грядках, очень победны. Оттого у нас в заплатках, оттого у нас в заплатках куртки и штаны. За высокой оградой зреет апельсин. Ну, а мне оград не надо, ну, а мне оград не надо, я не дворянин. По всему известна свету луковица моя. Чипполуча, Чипполето, Чипполуча, Чипполото, и, конечно, я. Я цивуля, я чипала, огородный лук. Я на грядке кончил школу, я на грядке кончил школу луковых наук. Но не век бедняги луку, жить в гнезде родном. Хоть горька была разлука, хоть горька была разлука, Я погинул дом, я иду туда, где лучше, в дальние края. До свидания, Чипполуча, Чипполото, Чипполуча, Братья и друзья. Пока Чипполина идет, куда глаза глядят, Мы расскажем о том, как старый бедный крестьянин Кум Тыква Построил себе домишко, и что из этого вышло. Нужно вам сказать, что Тыква еще с детских лет мечтал о том, Как у него будет когда-нибудь собственный домик, И каждый год покупал по кирпичу для будущей постройки. Арифметики он не знал, и время от времени просил соседа-сапожника, Мастера виноградину, посчитать ему кирпичи. Так шел год за годом, пока не наступил день, Когда Кум Тыква почувствовал, что он уже стар И не может больше работать. Тогда он снова постучался к своему соседу в виноградине. Ох, виноградина, будь так добр, посчитай мои кирпичи. Можно. Посмотрим. Значит, шестью семь сорок два, девять долой. Словом, теперь у тебя сто восемнадцать штук. Ох, сто восемнадцать штук. А этого хватит на дом? По-моему, нет. А как же быть? Сам не знаю. По-моему, постой, сосед. Уж не построит ли мне совсем-совсем маленький домик? Мне ведь дворца не нужно. Там, где кирпичей не хватит, Я бумагу приспособлю. Ну, это другое дело. Вот разве что бумагу. Тут кум-тыква вздохнул разок-другой. Но, видя, что от вздохов ни одного кирпича не прибавилось, Решил без лишних слов начать постройку. Он работал медленно и осторожно, Боясь, что кирпичи разойдутся слишком быстро. Он клал их один за другим. Так бережно, как будто они были стеклянные. Ведь он так хорошо знал все свои кирпичики. Вот этот, это тот самый, Который я принес десять лет назад на Рождество. Я купил его на те деньги, Что скопил на курицу к празднику. Над каждым кирпичом он испускал глубокий-глубокий вздох. Поглаживал его, словно котенка. Но, когда все кирпичи кончились, У него в запасе осталось еще очень много вздохов. А домик вышел крохотный, точно голубятня. Будь я голубем, я б там прекрасно устроился. Вижу я, что мне остается только сесть. Так он и сделал. Уселся в середине домика и выглянул в окошечко. Тем временем Чиполлино шел, шел, куда глаза глядят. И очутился в этой деревушке, Такой маленькой, что даже название ее не было написано, На первом доме. Господа в блестящих шляпах Наш обходит двор. Видно луковый им запах, Видно луковый им запах через чудостер. А у бедных мы в почете, нет на всей земле. Уголка, где не найдете, уголка, где не найдете, Лука на столе. Я иду туда, где лучше, в дальние края. До свидания, чиполучи, чиполета, чиполача, Катья и друзья. Дяденька, здравствуйте, дяденька. Что это вам взбрало в голову сюда забраться? Хотел бы я знать, как вы отсюда вылезете. О, это легко. Войти труднее. А это что ж, ваш дом? Да, он, правда, маловат. Но пока нет ветра, здесь неплохо. Скажите, пожалуйста, а вам не узко в плечах? Нет, я строил его как раз по своей мерке. А кто ты такой, паренек? Как тебя зовут? Меня зовут Чиполино. Я сын старого Чиполоне. А, я с удовольствием пригласил бы тебя в свой дом, но здесь вдвоем не поместится. Ничего, я вот облокочусь, а крышу передохну, маловат. О, осторожней, осторожней. Ты обрушишь мне весь дом. А, ну, тогда я на пенек присяду. Что это? Кто это мчится сюда? Ох, несчастье. Чья это карета? Отчего по всей деревне, словно перед бурей, закрывают окна и двери? Смотри, смотри, даже кошки и собаки удирают со всех ног. Ох, это едет кавалер Помидор. Кто он такой? Это главный правитель, графинь Мишинь. Ох, чтобы мне провалиться сквозь землю вместе с моим домиком. Вор, разбойник, мятежник. Ты построил себе роскошный дворец, на земле, которая принадлежит графиням Вишням. Ты намерен провести остаток своих дней в безделье, насмехаясь над двумя почтенными сеньорами, вдовами и круглыми сиротами. О, злодей, вот я тебе покажу. Ваша милость, сеньор управитель. Уверяю вас, что у меня есть, есть разрешение построить здесь домик. Это разрешение дал мне еще сам граф Вишня. Граф Вишня умер тридцать лет назад. Земля принадлежит графиням. И сделай такое одолжение, убирайся отсюда вон. В этом домишке я поселю сторожевую собаку. Иди сюда, масти. Я сеньор помидор, красен я и пышен, А служу я с давних пор У помещиц Вишен. С каждым днем я расту, Наливаюсь соком, Потому что на посту Нахожусь в высоком. Я не лук, Не морковь, Мелочь огородная У меня под кожей кровь Очень благородная Я сеньор помидор С кожею атласной И вступать со мною в спор Овощам опасно Да Мое почтение, сеньор помидор. Откуда этот мальчишка? Почему он не на работе? Я не работаю, я студент. Студент, скажите, пожалуйста. Вот еще новости. Что ж ты изучаешь? Где твои книги? Я изучаю негодяев, Ваша милость. Как раз сейчас у меня Перед носом Один экземпляр. Да? А где он? Ты знаешь, в этой деревне Все негодяи. Если ты нашел нового, Так покажи мне его. Охотно, Ваша милость. Вот, вот, Зеркальце, Которым я обычно пускаю Солнечных зайчиков. Поглядите-ка в него. А ну, дай сюда. Видите? Да, да, да. Видите физиономию? Красную, как огонь. Видите? Злые маленькие глазки. Видите? Большой узкий рот, Вроде щели у копейки. Видите? Ну, вот. Что? Что такое? Так это же я сам. Правильно. Ах ты оборванец. Погоди. Я тебе покажу, Как насмехаться Над главным управителем. Я тебя за волосы оттаскаю. Ой, 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 ой. Вот, дергайте сильнее. Все. Произошло то, Что и должно было случиться. Страшный кавалер Помидор Забыл, что волосы у Чаполина Лука. Он вдруг почувствовал, Что у него ужасно щиплет глаза. От едкого Лука У него хлынули слезы. Нужно уезжать отсюда. Эй, кучер, лошадей! А ты, мальчишка, Дорого заплатишь мне За эти слезы. Слух о том, Что мальчик Чаполино Заставил плакать Кавалера Помидора Облетел всю деревушку. К мастерской Сапожника Виноградины Потянулись соседи. Мое почтение, Мастер Виноградины! О, ты не знаешь, Уехал? Уехал! Уехал! Выходи! Смелее! Сосед! Клянусь всей дратвой в мире! Наконец-то нашелся молодец, Который заставил плакать Кавалера Помидора! Тише! Тише, соседи! Что? Что это? Проклятый пес проснулся И вылезает из домика! Да-да, высунул язык от жары! Надо что-нибудь придумать! Пойдемте, соседи. Мальчуган сам с ним управится. Чего-то я наелся сегодня утром. Может быть, суп слишком пересолил. Язык прям огнем горит. Я умру здесь от жары. Пойду в тень. Сейчас я тебя угощу. Где тот порошок, который хозяйка принимает от бессонницы? Ага, вот он. Так, нальем теперь в бутылку воды. Так, всыпем туда порошок. Так, взболтаем хорошенько. Втяни еще жарче. Что это? Эй, 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 мальчик, что это у вас в бутылке? Где? А, это вода. Вода? И хорошая вода. А вы мне дадите выпить глоточек. Умираю от жары. Глоточек? Вы можете сделать хоть дюжину глоток. Оно все равно останется полной. Покорнейше благодарю. Пожалуйста, пожалуйста, пейте, пейте на здоровье. Уже все? Спи, спи. Так, с тебя хватит. Сейчас мы отвяжем цепь. Так. Сейчас мы его вытащим отсюда. Так. Дяденька тыква. Дяденька тыква. Едите-ка сюда. Ваш домик свободен. Домик свободен. Ай, спасибо тебе, мальчуган. А куда ты тащишь мастина? Что ты хочешь с ним сделать? Отнесу его сейчас в замок графинь Вишин. Ой, какой тяжелый. Ах, спи, спи себе. Передай от меня привет кавалеру Помидору. Вот положение. Плохо дело с соседями, плохо. Кавалер Помидор этого никогда не простили. Клянусь всей тратвой в мире. Его два раза одурачили. Бедному тыкве не сдобровать. А в чем-то все и делал? Привет, сеньоры. А, мальчуган. Мальчуган, скажи, а где пес? Его получили от меня в подарок графиньи Вишни. А мы тут толкуем, как быть тыкве. Что ты скажешь, Чиполин? Ведь Помидор ему жить не даст. Очень просто. Надо спрятать домик. Если бы это был дворец, я бы, конечно, этого не посоветовала. Но домик такой маленький, что его ничего не стоит запрятать. Нужно его увезти и поскорее. Я уверен, что он вполне поместится на тележке тряпичника. Послушай, девочка. Девочка. Как тебя зовут? Редиска. Послушай, девочка. Пожалуйста, сбегай к тряпичнику и попроси у него тележку на полчасика. Хорошо. Поднять дом на тележку, а он не развалится. Не беспокойся, ему там будет прекрасно. А куда же мы его спрячем? Очень просто. Я хорошо знаком с кумом Черникой. Он дровосек, живет в лесу. Можно поручить домик ему, а там будет видно. Так и сделаем. Ставьте домик на тележку. Осторожней, осторожней. Не сломайте его. Да не беспокойтесь, вы дяденька тыква. Вот, 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 вот. Готово? Этот мой домик-то тыквы весит не больше птичий клеток. Поехали! Господин помидор. Господин помидор. Что там? Что там? Что меня беспокоит? Это вы, сленен, а вот так. В чем дело? Господин помидор. Дом старого тыквы и исчез. Что? Они его увезли. Увезли? А ты чего смотрел? Розиня. Ростите. Куда они его девали? Не знаю. Не качай. Вот что. Бегите немедленно в город. Вот, вот, вот записка. Пусть принц Лимон пришлет сюда солдат. Мчись стрелой. Я расправлюсь с этими мятежниками. Я. Удаляйтесь, удаляйтесь. По приказу принца Лимона в замок графинь Вишен был послан целый батальон солдат-лимончиков. Они были вооружены до зубов, а кроме того, каждый нес на плече огромные грабли. Три, четыре, пять. Лес прочесать. Лимончики работали день и ночь, прочесывая лес. Их круг постепенно сужался. Повсюду между деревьями мелькали солдатские мундиры. То и дело слышались выстрелы. Что могли сделать наши друзья, безоружные, окруженные многочисленными врагами? Солдаты-лимончики схватили их. А-а-а, наконец-то! Молодцы, Лимоны! А где же этот мальчишка? Где Чиполино? Он здесь схвачен. Потише, 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 сеньор офицер. Не задирайте свой лимонный нос. А ты, прокислый помидор, еще поплачешь от нашего лука. В тюрьму их, в тюрьму. Три, четыре, три, четыре, три, четыре, шесть. И вот бедняга Чиполино очутился в каменном мешке. Эй, Чиполино! Чиполино! Ой, кто это меня зовет? Это я. Кто вы? Посмотри-ка на стенку. Это я, паук-храмонок. Паук? А что вы тут делаете? Ведь мух здесь нет, они не любят сырости. Я здешний почтальон. Я принес тебе весточку от отца. От папы Чиполоны. Ой, какое счастье. Я ведь ничего не знаю о нем с тех пор, как принц Лимон засадил его вот в эту тюрьму. Он держится молодцом. Только сильно кашляет, бедняжка. Вот тебе записочка от него. Спасибо. Спасибо, милый почтальон. Дорогой сынок, я знаю все твои приключения. Ты поступал правильно, не падай духом. Тот, кто передаст тебе это письмо, надежный друг. Обнимаю тебя, твой отец Чиполон. Ничего, ничего, Чиполино, ничего. Про чем? Про чем? Прошу вас, сеньор Паук, передайте папе Чиполоне, что я люблю его по-прежнему и не теряю надежды. Обязательно передам Чиполино. Спасибо. Спасибо вам, сеньор Паук. Прощай, Чиполино, прощай. До свидания. Завтра я опять приду, Чиполино. До свидания. До свидания. Прощай, сеньор Паук. На следующий день Чиполино принялся писать. Старый крот, меня посадили в тюрьму. Я думал, думал и придумал. Ты можешь нам помочь освободить меня, моего отца и всех остальных. Я знаю, что это трудно, но если ты позовешь себе на помощь сто кротов, и вы сумеете вырыть подземный ход, то мы все удерем из тюрьмы твой друг Чиполино. Эй, Чиполино! Это я! Паук, дружище, ну, наконец-то. Вот, письмо готово. Вы бы могли протянуть мне руку помощи. Ну, все мои восемь лапок в твоем распоряжении. Вы знаете замок графин Вишен? Знаю. Прекрасно. Отправляйтесь туда, разыщите мальчика по имени Вишенка. Вишенка? Да. И отдайте ему вот это письмо, а он найдет способ передать его старому кроту. Да, но ведь для этого я должен отлучиться от должности. Сеньор, паук, но ведь это же для общей пользы. Ах, я буду делать это не для собственного удовольствия. Нет, конечно, нет. Ну, тогда решено, я иду. Ой, ну, просто не знаю, как мне вас благодарить, ведь старый крот освободит всех в тюрьме. Тюрьма опустеет. Да. До свидания, Чаполине, до свидания. До свидания, до свидания, сеньор паук. И маленький старый паучок, положив письмо в сумку, отправился, прихрамывая, в дорогу. Сеньоры графини? Да. Все смытьяны пойманы и доставлены в зал. Да, да, да. И они все понесут заслуженную кару. Все, 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 все. А кто же будет нас? Вы поите, кормите. В самом деле, сеньоры графини, без них в ваших владениях исчезнет вся еда. А, и питье тоже. Ах, вот что. Ну, в таком случае, знак нашей милости, мы отпускаем все местное население по домам. Пропустите меня. Земляничка. Земляничка. Слушай, сеньора. Что ты стоишь? Кто там? Там какая-то старуха грязная, мокрая. Иди, иди отсюда, бабушка. Графини нищим не подойдет. Гони в шею эту старуху. Прочь с дороги. Сеньора графини, вы не узнали меня? Я принц Лимон. В самом деле, это принц. Принц. Но вы в таком наряде. Что случилось? Худшая сеньора графини в городе восстание. Музники выбрались на свободу и взбунтовали всех жителей. На всех перекрестках кричат это ужасное слово. Свобода. Ужасно. Ужасно. Вельможи лимоны. Удирают без оглядки. Я сам еле выбрался из города. Пришлось надеть женскую юбку, рваный платок и целую ночь, простите, сеньора графини, отсиживаться. Где? В помойке. Какой ужас. Мы погибли. Подождите вы. Еще не все пропало, сеньора графини. Неизвестно, как обернуться события. Чтобы никто ничего не подозревал, следует устроить в замке пышный праздник. Блестящая идея. И пышный обед. И пышный обед. Зажечь факел им. Созвать музыкантов. Накрыть столы. Но чьи это темные фигуры неслышно пробираются в парк, окружают замок, подкрадываются к ярко освещенным окнам, занимаются входы и выходы. Это узники, которых освободили отважные кроты. Это жители Луковых окраин, бедняки Лимонного королевства. С ними и солдаты-лимончики. Напрасно надеялся принц на свое лимонное войско. Оно перешло на сторону народа. И в первых рядах восставших наши старые знакомцы. Сапожник Виноградина, музыкант Груша, огородник Лук-Парей и, конечно, Чиполина, который вырвался из тюрьмы вместе со своим старым отцом. Друзья, приходит конец этим лимонам с кислой рожей и апельсинам с толстой кожей. Довольно они, побыкали нами. Смелей простые овощи. Самок! Вперед! Я не буду больше оставаться. Не надо, не трогайте меня. Ага, ага. Все кончено для вас, сеньоры. Клянусь всей драт твоей в мире. Эй, принц Лимон, сеньор Помидор, не угодно ли вам пожаловать в подземелье? Верно, пусть посидят там, а судить их будет весь народ. Ой, лимонная династия пропадает на корню. Ой, позяды, позяды. Видишь, как заговорил. Друзья мои, ну, мы бедные, одинокие вдовы. Мы хотим только покоя. Ну, позвольте нам уехать отсюда подальше. Надеюсь, вы не будете чинить нам препятствия. Пусть убираются. А теперь, друзья, я сыграю вам на своей скрипке одну старую мелодию. Ну, разве тут устоишь? Все опустились в пляс. Вишненка с учтивым поклоном подал руку редисочки. Земляничка плясалась виноградиной. Кум тыкву плясал, крепко держа за усы лукопорея. Даже старый крот не отстал от других. Но первым среди танцующих был, конечно, Чиполина. У отца детишек куча, шумная семья. Чиполета, чиполоча, чиполата, чиполоча и последняя. Чиполета, чиполоча, чиполата, чиполоча и последняя. Чиполета, чиполета, чиполета. Чиполета, чиполета, чиполета. Чиполета, чиполета. Чиполета, чиполета. Продолжение следует...